Девушки отдыхают В настоящее время наблюдение за Землей из космоса предоставляет нам уникальную возможность получать важную информацию обо всех этих природных явлениях. Наземные системы также очень важны, но их возможности ограничены. Наблюдения из космоса дают более полную картину происходящего на нашей планете. С их помощью можно создавать глобальные карты различных экологических процессов, таких как погодные аномалии, исчезновение лесов, повышение уровня моря и так далее. Привет! Меня зовут Вэйви. В серии этих видео я расскажу вам, как мы наблюдаем за Землей из космоса. Мы это делаем с помощью приборов дистанционного зондирования. Они измеряют энергию электромагнитных волн, излучаемых Землей, а также энергию волн, которые падают на Землю, отражаются от нее и уходят в космос. То, как эта энергия излучается или как она изменяется после отражения, содержит важную информацию о нашей планете. Звуковые волны для этой цели не годятся, так как они не распространяются в пустоте. Тогда как электромагнитные волны свободно путешествуют в пустоте со скоростью 300 тысяч километров в секунду. Однако, чтобы достичь Земли, они должны пройти через атмосферу, и только волны в определенных диапазонах или окнах электромагнитного спектра достигают поверхности Земли. Эти атмосферные окна находятся в полосах частот от радиоволн до микроволнового излучения. Вот почему, например, мы изучаем содержание водяного пара, отвечающего за влажность воздуха, в полосах около 22 ГГц и 183 ГГц, или температуру атмосферы в полосе около 60 ГГц. Другим примером является инфракрасный диапазон, позволяющий измерять температуру объектов. Специальные датчики, чувствительные к инфракрасному излучению, позволяют видеть объекты даже в темноте.